Музыка Он находил эти шедевры у археологов, крестьян, торговцев, в лавках древности и на аукционах. В Каире, Гизе, Париже, Петербурге. Он подбирал их один к другому, как ювелир подбирает камни для королевского венца. Они все разные, но вместе рисуют невероятную картину прошлого. И она – это загадочная пелена. Откуда? Как попало к нему? Кто изображен на ней? За прошедший век ясно стало одно – она уникальна. Аналогов ей не сохранилось. А началась эта история за тысячи километров от жаркого Египта, в холодном промозглом Санкт-Петербурге. Здесь, 29 января 1856 года, в семье купца первой гильдии родился Владимир, Владимир Семенович Голенищев. Именно здесь, может, в летнем саду или на набережной Невы, гулял он со своим гувернером-швейцарцем. Имени его мы не знаем, но этот швейцарец привил своему воспитаннику любовь к древнему миру, древнему Египту. Так рассказывал Владимир Семенович. И так его этим увлек, что юноша стал сам изучать египетский язык. В России никто фактически до Голенищева не изучал Египет, он был первым первопроходцем. И более того, он фактически сам учил язык по памятникам. Представляете, насколько действительно одаренным он был. Потому что в Европе только-только складываются школы египтологии. Все последующие египтологи учились в Германии. Голенищев учил язык сам. И естественно, потом, когда он поступил в университет, он продолжал свое образование. Но он вспоминал, что первый памятник свой египетский он приобрел в 14 лет. На Невском проспекте купил стеллу Риев. И опубликовал ее сам врачом. И в немецком журнале опубликовал. Вот с этого события фактически начинается коллекция Голенищева, которую он собрал на протяжении 30 лет. Владимир Голенищев был богат. Отец оставил ему немалые деньги. И он распорядился ими самым лучшим образом. Он начинает с юности приобретать памятники. И продолжает делать это практически всю свою жизнь. И другой такой коллекции в мире не существует. Потому что есть коллекции профессиональных ученых. Но там в основном вещи среднего порядка. Потому что ученые не имели таких средств. Они не могли покупать выдающиеся вещи. Есть коллекции, наоборот, богатых людей. Но там вещи случайные. А здесь коллекция, которую подбирал ученый. Вещи он выбирал определенным образом. Коллекция Голенищева уникальна так же, как и сам собиратель. Ни одного фальшивого предмета. Ни одного дублирующего. Ни одного второстепенного. Буквально каждый можно назвать шедевром искусства. Кроме того, его коллекция охватывает все периоды истории Древнего Египта. Но недаром Голенищев в первую очередь был филологом. В его коллекции огромное собрание памятников письменности, выполненных во всех материалах. В камне, на дереве, на ткани и папирусы. Памятники письменности, собранные Голенищевым, могли бы украсить даже богатый Каирский музей. Сам Голенищев говорил на 13 языках, знал арабский и изучал древнеегипетский. Изучал и во многом открывал. Но мы забегаем вперед. Еще в университете Владимир Голенищев принимает участие в первом конгрессе востоковедов. Вот он, первый успех. Новый ученый. Эрмитаж с удовольствием приглашает его на работу. Тем более, что поступает он вне штата, поскольку богат и в жаловании не нуждается. Музейную коллекцию и папирусы Голенищев изучил и описал досконально. И там в Эрмитаже он делает потрясающее открытие. Он находит папирусы. Прежде всего, его интересует письменность. И коллекцию он блестяще систематизирует. И открывает, например, такой замечательный памятник, который известен как папирус на Голенище во всем мире. Это папирус по учениям фараона Мерикара, своему сыну, и пророчества Неперти. Также он находит там потрясающий папирус с записью сказки о потерпевшем кораблекрушении. Это тот текст, который сейчас все студенты читают. Как читают записки Цезаря на латыни. И также этот текст, он такой школьный, так называемый. И вот эти удивительные открытия, помимо прочих других, конечно, Голенищев возносит на такую вышину, которой, по сути, он не сошел до сих пор. Потому что транскрипции папирусов до сих пор остаются фактически его. Хотя, конечно, делались изменения, коррекции и так далее. Но все равно это основа. Поэтому, как ученый, он и был знаменит. И сейчас его авторитет, конечно, он остается на той же высоте. Тогда же в Петербурге Владимир Голенищев покупает папирус с записями гимнов в честь бога Себека. Это любопытная история. Купив этот папирус в Петербурге в одной антикварной лавке, он затем передал его для публикации Эрману, своему старому другу, берлинскому эгиптологу. Вот видите, сам не опубликовал, а я передал. Это тоже черта Голенищева, удивительная, кстати, удивляет и нынешних исследователей тоже. Его щедрость, великодушие. Он всегда делился своей коллекцией, не запрещал никому публиковать. У него не было желания прославиться и самому первому издать, хотя вещи его были личные даже. Но он никогда не препятствовал изучению. И всегда посылал, например, знаменитому египтологу Гардинеру, он посылал папирусы, знаменитый словарь, который он покупил в Египте. Таких словарей всего два. Один в Англии, в Великобритании один у нас. То есть Голенищев, конечно, был человеком уникальных и человеческих качеств тоже. Но вернемся к коллекции Голенищева. При том, что он скрупулезно работал над изучением древних текстов и подробно описал коллекции Эрмитажа, он оставил очень мало описаний собственного собрания. Поэтому сегодня мы можем только предполагать места его находок и покупок. А их было много. Как и другие коллекционеры, он покупал и в инсекварных лавках, и на аукционах. Ну, основную массу происходят из Египта. И в записных книжках сохранились имена постоянных дилеров, так сказать. Голенищева в Гизе, возле Каиры это был некий Али, а в Луксоре Тодрос. Называл их и именовал. Ну, вот эти поставщики, они всегда были в курсе, конечно, где какие раскопки. Ну, и сам Голенищев знал про археологические раскопки. Сохранились два отчета Голенищева, представленные им на заседании Русского археологического общества. Это очень подробные свидетельства его путешествий 1884-85 и 1888-89 годов. Только по ним, строго говоря, мы можем судить о том, что, где и как он приобретал. В этих отчетах он пишет о том, что сам посещал места раскопки. Голенищева, человека, который говорил и на египетском, и на арабском, хорошо знали в Египте не только ученые, но и местное население. Это помогало ему делать просто драгоценные покупки. Голенищев славился не только как знаток, но и как необыкновенно удачливый человек. Вот такой пример. Он описывает это как раз в сообщении о сезоне 1888-89 года, что он приезжает в Луксор и тут же буквально встречается с крестьянами, которые ему показывают два сосуда, а в сосуде спрятаны фрагменты папируса. Но на самом деле папирус они специально растерзали на клочки, чтобы продать подороже. Удивительно, что папирус, Голенищев, сразу понял, что это очень важная вещь, сколько он менял читать. И он приобретает эти два сосуда. К сожалению, когда он начинает изучать, он понимает, что фрагмент утрачен, он действительно был утрачен навсегда. Но папирус знаменит на весь мир, потому что он единственный. Это знаменитое путешествие у Нуамона в Биббл, сообщение. Египетского жреца XI века, который путешествует за кедром в далекую Сирию, чтобы потом из этого кедра священно выразить барку бога Амона. И вот это источник, он, конечно, исторический, это колоссальное значение имеет. И это источник и литературный. И вот папирус у Нуамона, он только у нас, и его, конечно, знают. Но Голенищев удивительный человек. То есть кто еще мог бы так сходу прочесть, осознать значение этого памятника. И, опять же, транскрипция, которую он сделан, она является основой изучения до сих пор. При всех своих филологических открытиях Голенищев, конечно, был увлечен и древнеегипетским искусством. Более того, можно сказать, что он стоял у истоков его изучения. Посмотрите на этот великолепный портрет Аминемхета III из Базальта. Вот эта вещь удивительная. Это тоже уникум, единственный в мире портрет. Это шедевр искусства эпохи Среднего царства. Голенищев приобрел этот портрет, судя по всему, тоже в сезон 1988 года. И он сопоставил этот портрет с портретом царя, тоже Аминемхета III из Петербурга, из Эрмитажной коллекции, и с изображением на знаменитых танецких сфинксах. Там было лицо царя, но непонятно какого. И говорили, что это гексонские цари. Но Голенищев провел, как сейчас принято говорить, блестящий стилистический анализ. То есть это, по сути, было первое искусствоведческое исследование. Он сопоставил эти изображения и пришел к выводу, что на тех сфинксах тоже изображен Аминемхет III. Вот это его открытие, Голенищево, оно положило начало новому направлению в науке. По сути дела, это искусствоведение, изучение портрета как такового. Но сам Голенищев не продолжил это. То есть вот он сделал и от этого отошел. Но это говорит о его разносторонности. К разносторонности Голенищево можно отнести и тот факт, что в его коллекции есть очень редкие и даже уникальные для его времени вещи, которые показывают археологические открытия конца XIX – начала XX века. Это открытие архаической культуры Египта и открытие греко-римского позднего периода. Все это говорит об удивительном чутье Голенищево, о его эрудиции и глубоких знаниях предмета. Он одним из первых понял значение по юмских портретов. Ну, во-первых, спорили о том, подлинны они или нет. И как раз в это время, в конце 80-х годов, в Вене проходила выставка из коллекции Гатадора Графа. Он распродавал свою коллекцию, и в ней были портреты по юмски. Голенищев их видел. И потом, приехав в Каир, он приходит в лавку при Каирском музее. Ну, тогда он был Ахским, назывался, и покупает там серию фаюмских портретов сразу же. То есть он пишет о том, что, во-первых, это не эллинистические, а более поздние римские вещи, но они абсолютно подлинные, они интересны и очень значимы, потому что это образцы древней живописи. Вероятно, там же, в Каире, в лавке при музее, Голенищев покупает знаменитую свою пелену с незнакомцем. С ней связана романтическая история о продаже коллекции ученого. Но пока нам важно другое. Судя по всему, остальные пелены для своей коллекции он купил там же, в Каире, и пелену с изображением женщины и ребенка. К сожалению, о ней Голенищев в своих записках не оставил ни слова. Вполне возможно, что тогда пелены находились и продавались довольно часто. Но он выбрал именно эту. Все, что мы знаем о Голенищеве, не оставляет нам даже малейшей возможности подумать, что он купил просто первую попавшуюся. Он знал, что покупает нечто необыкновенное. Как жаль, что он ничего не записал. Хотя, кто знает, быть может, когда-нибудь в его архивах удастся найти что-либо, потому что работа с архивом, как и работа с пеленой, продолжается. А изучение древнеегипетских памятников часто занимает весьма много времени. И тут дело даже не столько в возрасте этих предметов, сколько в огромном количестве пробелов. Неизвестно где нашли, что было рядом и так далее. Контекст таких находок чаще всего утрачен. Понятно одно, что на сегодняшний день аналогов этой пелени в мире нет. Она абсолютно уникальна. Наступил 20 век, и в 1908 году цепь разных событий привела Голенищева к тому, что ему нужно было продавать свое собрание, свое детище, как он говорил. И этот прекрасный домашний музей пришлось спешно описывать, разбирать, упаковывать. Вот картотека, сделанная самим Голенищевым. Многие карточки содержат только фотографии и названия. Ведь ночью не хотелось Голенищеву расставаться. А расставаться нужно было, потому что деньги, оставленные отцом, закончились, муж сестры наделал долгов, и на все нужны были средства. Однако тогда в Петербурге ходили иные слухи. Юноша, изображенный на пелене, неотвязно следил за Голенищевым. И тот, измученный его взглядом, решил расстаться со всей коллекцией. Юношу этого даже прозвали «проклятым Брюсовым племянником» в память о знаменитом чернокнижнике Брюсе. И вот Голенищев предложил музеям купить свое собрание. Голенищев такой был человек, ну как мы сейчас сказали, гражданин мира. При том, что он был патриотом, конечно. На это указывает тот факт, что он всеми силами старался оставить коллекцию здесь. То есть, чтобы коллекция была продана именно в России. Ведь он ждал два года. Он должен был платить за дом, за помещение, в котором коллекция простаивала. Ее не могли вывезти. Но он все равно ждал, потому что иначе ему надо было соглашаться на продажу за границей. Те годы в Москве строили музей изящных искусств. Его основатель, профессор Московского университета Иван Светаев, воспользовался уникальной возможностью приобрести для своего музея собрание Голенищева. И вот это событие положило начало новому музею. Музею подлинника. Потому что первоначально цветает задуманный музей только как музей Слепков. Но приобретение Голенищевского собрания кардинально изменило концепцию облик музея. Больше своей коллекции Голенищев не видел. Он даже не приехал на торжественное открытие музея, отговорившись с болезнью. Ему стали выплачивать ренту по 24 тысячи в год, потому как полную сумму в 400 тысяч рублей сразу выплатить не могли. Продав коллекцию, занятий своих Голенищев не оставил. Он по-прежнему ездил в Египет, читал и переводил древнеегипетские тексты. С 1909 года он жил то в Петербурге, то в Ницце, откуда родом была его жена. При этом он работал в Эрмитаже. Сохранились его письма 1916 года, в которых он просит продлить ему командировку, но к тому времени он по сути уже стал эмигрантом. В 1917 году, после революции, выплаты за коллекцию закончились, и Голенищев оказался разорен. Он вынужден был искать работу. Для богатого, независимого человека это было почти катастрофой. Но Голенищев обратился к своим коллегам в разные университеты мира. Он просит о том, ну, во-первых, о преподавательском месте, о том, нет ли для него какого-то дела. Вот, понимаете, так даже и формулируют. Увы. Ну, вот здесь такая горечь чувствуется, потому что положительных ответов нет. После военной Европе, после военной Америки у всех урезан бюджет. Очень современно звучит, увы. Ну, здесь еще какие-то такие мотивы вплетаются, что не очень воспринимали Голенищев, потому что все привыкли, что он человек состоятельный, он при деньгах, он никогда не преподавал, у него не было должности даже, что называется. И только в 1922 году пришел положительный ответ и приглашение возглавить новую кафедру египтологии в Каирском университете. Так он создал египтологию в самом Египте, где не было до того своей школы. Египтяне до сих пор хранят память об этом. Недаром Голенищеву поставили памятник во дворике перед Каирским музеем. Преподавал Голенищев до конца 20-х годов, а потом большей частью жил в Ницце, почти затворником, переписываясь с коллегами и занимаясь переводами. Даже пишет очевидец, что он умер за своим письменным столом, склонившись над какой-то надписью египтской. Вот он умер 5 августа 1947 года, и весь свой архив он завещал своему французскому ученику Сан-Фар-Гарно, и Сан-Фар-Гарно создал институт, целый институт изучения египетской религии, который носит имя Голенищева. Вот это так называемый Центр Голенищева в Париже. Но все помнят его именно как профессор Каирского университета, потому что имя в Каир в 1947 году пришла телеграмма, соболезненная имя отсюда из Пушкинского музея, послал профессор Павлов. В связи со смертью Голенищева музей выражает соболезнования, а в Каире в это время преподает преемник Голенищева, тоже русский эмигрант Викентьев. Но он не был учеником Голенищева, но тем не менее Владимир Викентьев он потом тоже возглавил кафедру в Каире. Вот такая вот последовательность. И на его имя пришла вот эта телеграмма, он ответил. Вот такая удивительная судьба у Голенищева. Удивительной судьбой Владимира Семеновича Голенищева и его необыкновенной увлеченностью своим делом, преданностью своему делу, овеяна вся его замечательная коллекция памятников Древнего Египта. От самого маленького скоробея до уникальной погребальной пелены с изображением женщины и ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова